Депутаты Магаданской областной думы рассмотрели во втором чтении проекта бюджета Колымы на 2022 год. Представила главный финансовый документ парламентариям министра финансов региона Диана Самандас. Разрешите представить проект закона Магаданской области в областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов во втором чтении. Проект закона Магаданской области подготовлен в рамках тех основных направлений бюджетной и налоговой политики, которые осуществляются на территории Магаданской области и на территории Российской Федерации. С учетом бюджетного прогноза Магаданской области на долгосрочный период и тех государственных программ, которые у нас приняты на территории и проекты которых сейчас дорабатываются. Доходы на 2002 год запланированы в размере 41,7 миллиарда рублей, расходы 44 миллиарда, доходная часть в целом во втором чтении увеличена на 3,5 миллиарда рублей. Количество государственных программ Магаданской области по отношению к первому чтению сократилось на 20,6 процента или на 7 госпрограмм и их количество составило 27. Расходы на реализацию госпрограмм региона составят в 2022 году около 42,5 миллиарда рублей или 96,5 процента от общего объема расходов областного бюджета. Дефицит областного бюджета на 2022 год составит 7,2 процента или 2,3 миллиарда. Бюджет у нас высокодотационен, потому что основная часть доходов, она к нам поступает за счет налогооблагаемой собственной базы, но и очень значительная часть это та финпомощь, которая поступает из федерального бюджета. Вот разница между доходами и расходами составляет дефицит бюджета. Он составляет у нас 7,2 процента, в соответствии с законом он может быть до 10 процентов. Как подчеркнул Сергей Абрамов, регион ожидает получения из Москвы до конца года дополнительных средств на выравнивание бюджетной обеспеченности. Правительство Колымы работает над переводом ряда проектов, например строительство спорткомплексов на федеральное финансирование, что также позволит сократить дефицит. Ну прежде всего надо сказать, что в этом году у нас бюджет как никогда, то есть в Магаданской области достаточно довольны, будем говорить, высокие сборы идут налогов, то есть это завязано, то есть прежде всего на работу экономики на территории Магаданской области вводятся новые промышленные предприятия и безусловно, то есть это пополняет копилку, то есть именно нашего бюджета. То, что минус, это упала слишком цена на золото, то есть если в начале сезона цена была 4600, рублей сейчас 400-4200, то есть среднестатическая цена по этому году отходит где-то порядка 4150-4200. То есть это говорит о чем? Если бы не было падения цен на золото, то есть дефицит бюджета был бы у нас значительно меньше. Практически все парламентарии голосовали во втором чтении по бюджету за, но один голос был против. Депутат от КПРФ Сергей Гончаренко прокомментировал вечернему Магадану, почему он вынужден был занять позицию против по региональному бюджету. КПРФ не поддерживает существующую систему в стране финансовой системы, поэтому депутаты всех уровней при принятии бюджетов голосуют против. Однако в представленном сегодня проекте бюджета Магаданской области учено большинство вопросов, на которые из года в год мы обращаем внимание. Это существенный объем средств направляется на социальную сферу, вкладываются в развитие образования, здравоохранение, повышаются различные выплаты населения. И важно, что сделан упор на поддержку детей-сирот, на дополнительный поступающий бюджет средств, в первую очередь будут приобретаться квартиры для этой категории.